Хочу добавить в себя, что мы также знаем, что в рамках уголовного дела заявлен гражданский иск к одному из обвиняемых. Там в этом иске заявлена сумма ущерба в отношении фонда капитального ремонта на сумму более 55 миллионов рублей, куда входит в том числе цифра из ущерба, точнее, из данной экспертизы, которую выполняла в том числе эксперт Уланова, о которой мы ходатайся в этом обращении к вам. Поэтому я считаю, что принимая во внимание вероятность обвинительного приговора, хоть мы и оспариваем в целом нанесение какого-либо ущерба фонду капитального ремонта и также совершение обмана и мошенничества, принимая во внимание возможный, так скажем, для нас негативный исход этого уголовного дела, в любом случае должен быть установлен достоверный ущерб, нанесенный по версии обвинения. Данный ущерб очевидно, что рассчитан неверным путем, но определить достоверно цифры, относящиеся к обвинению, необходимо только после того, как, я считаю, есть в ходе судебного следствия, все стороны смогут обратиться к эксперту, выполнявшему данное заключение, задать соответствующие вопросы, после чего, вероятно, можно будет прийти к выводу о том, что данные экспертизы не соответствуют правильному расчету. Поэтому я данные пытаться поддерживать, прошу вызвать свидетеля, эксперта, точнее, Ланова, для допроса в суде. Интересные будут вопросы, связанные с достаточностью исходных данных для ответа на данный вопрос 2.11, и также, какие именно основания были у эксперта принять договор о поставке от 20.01.18, достаточным для использования в расчетах пункта 2.11. Исходя из того, что в данном экспертом заключении указывается, что данные исходные документы были приняты, и эксперт обязан проверить все данные документы для использования. То есть, какие основания были для данного решения. Спасибо. Самый поверхностный анализ говорит о том, что сумма, высчитанная экспертом, превышает вообще сумму полученных от фонда денег, то есть, соответственно, наоборот. Надо задать некоторые вопросы, чтобы уточнить методику, методологию.